Вирусную игру, в слова Viordal, купила издание New York Times, издание New York Times приобрело популярную онлайн-игру Viordal. Сумма контракта пока неизвестна, однако речь идет о семизначном числе. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на CNBC. Онлайн-игра стала доступной еще в октябре прошлого года. В начале количество игроков не превышало и сотни человек, однако уже через месяц в нее играли более 300 тысяч человек. Пока же их количество лишь продолжает расти. По словам автора игры Джоша Уордла, сегодня он работает над переносом Viordal со своего сайта на сайт издания. Согласно же данным New York Times, некоторое время игра будет бесплатной, однако позже ее используют для увеличения количества подписчиков. Наши игры каждый день дают пользователям оригинальный высококачественный контент. Теперь этому будет помогать и Viordal, который обогатит этот ежедневный опыт и даст миллионам людей по всему миру еще одну причину обращаться в Times за новостями и другим контентом, говорится в заявлении New York Times. Создатель игры Уордл не скрывает того, что желал, чтобы Viordal всегда оставалась бесплатной. По его словам он придумал ее еще во время локдауна как развлечение для себя и своей девушки. Я очень благодарен за личные истории, которыми некоторые из вас поделились со мной. Например, о том, как Viordal помогает воссоединению членов одной семьи находящихся вдали от друга. О том, как друзья соревнуются между собой, или как игра помогает поддержать при выздоровлении, отметил Вордл. Покупку изданию РБК Украина прокомментировал Владимир Шредер, создатель Глич. Он считает, что игра Viordal станет фирменной фишкой издания, как кроссворд на последней странице газеты. О чем игра? Сыграть в Viordal можно только раз в день. Главная задача угадать слово из пяти букв. Каждый день слово меняется, впрочем остается одинаковым для всех пользователей в мире. Каждый из игроков имеет только шесть попыток, чтобы угадать слово дня. Напомним, РБК Украина также рассказывала и о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 миллиарда долларов. Также в прошлом месяце Microsoft и Activision Blizzard также заключили многомиллиардное соглашение. Субтитры создавал DimaTorzok